Рекламно-информационная программа Культ Поход 11 часов 6 минут, сегодня 16 ноября, пятница И это программа Культ Поход Мы вот прям так сходу с 11 часов стартуем Добрый день, Николай Голиков Владимир Сметанин Приветствуем вас, желаем хорошего, удачного, счастливого завершения рабочей недели И хороших выходных Отдохнем, эх И сегодня мы вам дадим практическую и конкретную информацию Как можно в ближайшее время Время с пользой для души Для ума, для глаз Для прочих органов чувств Провести Не просто дадим информацию, еще дадим пригласительные Билеты, интересные книжки У вас будут прекрасные выходные 211-101, сразу же напоминаю номер нашего телефона Все пойдет, как мы уже обкатали Много-много лет Мы задаем вопросы, вы отвечаете И получаете призы Список призов мы чуть позже обязательно озвучим Ну а пока представляем нашу гостю А в гостях у нас сегодня Светлана Шулятьева Арт-директор компании Арт-гастроли Светлана, добрый день Добрый день Добрый день Мы несколько культпоходов подряд Разыгрывали билеты на спектакль «Друзья» Причем надо отметить Эти билеты всегда уходили Да У нас же выбирает слушатель Да, это замечательно У нас слушатель выбирает У него огромный выбор Но билеты уходили Даже несмотря на то, что спецвопрос Да, и вопрос был Один раз даже очень сложный Сложный, да Сегодня, кстати, тоже будет спецвопрос Так что будьте внимательны Итак, 22 ноября на сцене филармонии Будет интеллектуальная комедия «Друзья» С участием российских звезд театра и кино Андрея Мерзликина, Дмитрия Мухамедеева И Константина Юшкевича Ну, эту информацию я уже озвучил В предыдущих программах Сегодня мы хотим услышать Первый источник Светлану Давайте, Светлана, начнем Как раз-таки с этого спектакля В чем его прелесть В чем его особенность Материал достаточно такой интересный Интересный, да Сама пьеса, самая обстановка Ну, во-первых, интересно, что режиссером является Юлия Меньшова Это ее второй опыт Режиссирования спектакля Первый опыт был в театре Пушкина Она ставила спектакль, где играла ее мама Опыт был удачный Ну, соответственно Маму зовут Вера Да Если кто не помнит И на самом деле Вообще поставить пьесу арт Спектакль по пьесе Это была ее мечта И когда ей продюсер сделала предложение Она вообще не раздумывала И сразу согласилась поставить этот спектакль Плюс Юлия Меньшова работала уже С Костей Юшкевичем в одном спектакле Они уже друзья, партнеры И то есть здесь все в одно сошлось Спектакль решили ставить А сам спектакль Тема спектакля очень простая На самом деле насущая Про всех, про нас Про друзей, про то, что Порой мы забываем друг о друге Забываем помочь Позвонить лишний раз Узнать, как дела Суть спектакля о том, что Три друга родом из одного С одного двора, из детства Они растут в одном социуме В простых семьях Все вырастают, становятся разными Совершенно один стоматолог, инженер И третий просто балбес У которого нет работы Который не знает, что делать по жизни У него есть невеста, которая ему подыскивает работу А возраста они такого среднего Да, среднего возраста уже Кто-то состоялся, кто-то совсем не состоялся И один из них Просто уже целевая аудитория Понятно так сказать Да, успешный, скажем так Очень успешный стоматолог Он покупает Такую Сомнительную, но очень модную Картину Ну, как у нас написано Произведение современного искусства Да Вот Известного художника Которым часто спорят Да, и Соответственно, он показывает Картину одному из своих друзей Которым просто Инженер Он, естественно, этого не понимает Он считает, что это полный бред У него Я так понял, что он не просто Картину показывает еще И говорит, сколько она стоит Да, да Картина стоит Ну, скажем так Она просто стоит Баснословных денег Естественно, друг его не понимает Он считает, что Он двинулся просто Для этого он зовет Третьего друга Что вот Приходи, посмотри Что у нас происходит Да, да, да Но это все Скажем так Это комедия Это все происходит Смешно, весело Но, тем не менее Тема интересная Когда какая-то ситуация в жизни Может разрушить дружбу Детство И это все происходит Спектаклем Мы не будем Конец Окончания спектакля Раскрывать Как все будет происходить Я могу сказать Так Не, но если кто-то пьесу читал Он наверняка в курсе Или там Иной какой-то там Финал Кто, скажем так Читал пьесу Она, например Для нашего российского зрителя Будет, может быть Сложновато для восприятия Так как Если брать Вот именно оригинал Да, она писала больше У нее линия сюжетная Идет больше Разговоры про искусство И кто-то Может быть Уснет Кому-то скажет Будет скучно И Юля же сделала Юля Меньшова Она сделала Немножко акцент То есть адаптировала Для нас, для русских Да, да На дружбе На друзьях Вот на этом И всем будет Я думаю, что будет Интересно очень всем Плюс состав очень сильный Очень интересный Мужской, да Ясмина Реза Это как раз таки Вот сейчас Светлана Проговорила эту фамилию И эту фамилию и имя Это французская актриса Драматург Которая написала Эту пьесу Еще в 1994 году 25 лет пьесе Уже будет в следующем году И она, кстати Является Одной из самых популярных По всему миру И в России тоже Она активно Вот именно Вот эта пьеса Да, да Ну и вообще Ясмина Реза Это пьеса Очень-очень много премий И в Англии, и в Америке И во Франции По всему миру Она кучу премий собрала 1 мая 59-го года Родилась Ясмина Мы с ней почти ровесники Она старше меня на 10 дней Так В общем Кому стоит прийти На ваш взгляд Ну я вот уже сказал Люди среднего возраста Наверное в первую очередь Любителям искусства Я думаю Вообще всем На самом деле Потому что тема такая Сейчас в наше время Мы на самом деле Часто забываем о близких Часто ставим Какие-то материальные вещи На первый план А здесь очень хорошо показано Что все-таки близкие Вспоминайте Звоните Не забывайте Что иногда надо обратить внимание На проблемы человека Который рядом находится Кстати Владимир 16 плюс Да 16 плюс Ну там немножко Видимо Когда все равно эмоции Там немножко Все равно ругаются Поэтому 16 плюс На самом деле Можно И в общем-то Кому эта тема интересна Вот эта группа актеров Она активно да Гастролирует у нас вообще По стране Уже неоднократно Показывала да Именно эту пьесу А сама режиссер Юля Юля Меньшова Она ездит Она не приезжает Она в спектакли Напрямую не играет Но на самом деле Кто придет на спектакль Ее в переносном смысле Косвенно увидит Она У нее есть роль Жены Одного из друзей И она там появится В смысле Как она там появится Если ее нет Ну вот Пусть секретом останется Как все интересно Это рассказывается Самой Юлии Не будет Владимировны Но каким-то образом Она появится Современная технология Трехмерная технология Мы ее увидим Там У Мерзликина Это основная роль Он и на афише Он и на афише Я так понял Потому что там Три в равной степени Человека Три друга Три друга Три совершенно разных характера Так Ну в общем и целом Ясно Это надо смотреть Это надо смотреть 22 ноября Филармония 7 часов вечера 16 плюс Возрастное ограничение Арт гастроли Собственно Привозит эту постановку Мы продолжим Сейчас разговаривать Да Напоминаю Что билеты на спектакль Друзья у нас сегодня Будут в розыгрыше Два местечка Мы сегодня разыграем Продолжаем дальше Далее тоже удивительно Буквально на следующий день Да На следующий день У нас еще есть один спектакль Мастер Маргарита Вы имеете ввиду Да Его именно Да Мы второй раз Его уже привозим в Киров Кто Я думаю Кто сходил первый раз Еще раз пойдут Но я сама Вообще первый раз Когда мы привозили Я просмотрела весь спектакль Я отложила все дела И сидела в зале Потому что С первых минут Вот когда Режиссер спектакля Алдонин Сергей Он играет роль Воланда Играл в прошлый раз И Ну Я просто не могла Глаз оторвать Там на самом деле Огромный состав Актерский Хороший Сильный Интересный Но Алдонин Это что-то Плюс сам спектакль Шикарный Шикарные декорации Шикарные костюмы Ну сама постановка Как вот Алдонин Все сделал Мне очень понравилось То есть Они все с собой Огромные эти фуры Конечно Там очень сложный спектакль Технический И по декорациям И по свету По всему Там же надо летать Внезапно Внезапно исчезать Куда-то Или появляться Там очень много Спецэффектов Ну Чего мы про Алдонина Екатерина Климова Между прочим Одна из самых Ярких актрис Современности Безусловно 23 ноября Билеты еще есть Хочется поинтересоваться Билетов совсем Совсем мало Осталось Она не нуждается В каких Особых представлениях Пользуюсь правом Что В ноябре нашей компании Исполняется 20 лет И в честь этого 20 ноября На нашем сайте Арт-гастроли Будет скидка На два этих спектакля Друзья и мастер Маргарита 20% Только 20 ноября Пятая часть Будет скинута Напоминаю Сайт Арт-гастроли Точка Ру При покупке билетов Через ваш сайт Да Только на нашем сайте Да именно Там неограниченное число Были да Со скидкой 20% Сколько зайдут Столько и купятся Сколько билетов останется Пока будут места на сайте Потому что я так полагаю Что спектакли Оба козырные Поэтому вряд ли Там будут много лишних Да Ну и возрастные ограничения Да у мастера и Маргариты Нужно проговорить Это тоже 16 Да Плюс 23 ноября ДК Родина Начало в 18 Смотрю на афише Светлана Шулятьева с нами Арт-директор компании Арт-гастроли О других Творческих работах Постановках Концертах Мы будем говорить И далее Скоро будем привлекать Наших слушателей 211-101 У нас куча вопросов И отличные призы Сегодня Скоро продолжим Культ поход Давайте проник Да Продолжим Продолжаем уже Мы собственно продолжаем Мы не останавливаемся Экспективная комедия 16 Интеллектуальном В формате концерта Постановка диалоги Похожа на чтение Хорошей книги Под качественную Джазовую музыку Это будет 19 ноября 6 часов вечера Филармония Ограничений 12 плюс Билеты на любой фильм Сеанс в кинотеатр Смена или Дружба Ну давайте теперь Книги 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 Все от магазина Читай город Прекрасные книги Берем их Вот я просто удивляюсь Вот третий Изумительный роман Совершенно Это я говорю о книге Григория Служителя Дни Савелия Изумительный роман 16 плюс Ребят Берите пока он еще есть Юлия Нелидова Правильно произнес Нелидов Секрет индийского Медиума Это третья книга Из серии Губернский детектив Обывание иноземцев Это чудак Фармацевт Сыщик Ограничение 16 плюс Это вот перед Николаем Сейчас лежит Да-да-да Вот книжечка Хорошо Стильно изданная В ретро таком Стиле оформлена Полина Масса Лыгина Могучий русский Новая книга Автор Великий русский Раскроет очередные Лингвистические тайны Проверит Правильно ли вы говорите По-русски И проведет Экспресс-курс Грамотности 12 плюс Далее Франсуа и Мия Камасе Япония эпохи Эдо или Эда Я не очень По-японски не очень По-японски как-то Книга входит в серию Гиды цивилизаций Всего там более 30 книг Рассказывает о политическом устройстве Экономике Письменности Науки Искусстве И частной жизни Самого выдающегося периода В истории Японии Эпохи Эда 12 плюс Следующая книга Немножко в тему Спектакля Она называется Классное современное искусство И как перестать его бояться Это примерно Тот же сюжет Первая книжка Которая заметила Держу в руках Очень симпатичное издание Увлекательный четкий рассказ О мифах В историческом контексте Современного искусства Рекомендации Как где смотреть И как его понимать 16 плюс Эти и другие книги Вы можете найти В магазинах Читай город Адреса еще раз напоминаем Преображенская 65 И Ленина 103А Галерея прогресса Приглашает на выставку Новый альянс Она работает уже последние дни Ограничение 0 плюс Буквально чуть-чуть осталось Великолепная выставка В десятых числах Ребята обещали уже Пригласительный на выставку Айвазовский на гребне волны Это областной краеведческий музей Адрес прежний Спасская улица Дом 6 Ограничение 0 плюс Ну и про друзей Мы уже сказали А, ну спецвопрос давайте озвучим Озвучивайте Я, признаться Искал вчера То есть в прошлом В прошлой программе Культпоход Я задавал вопрос Про Мерзликина Там про фразу Из фильма Бумер Фильм второй Долго гадали Долго Я думаю Сегодня быстро отгадали Сегодня? Ну хорошо Надеюсь Надеюсь Так вот Я честно признаться Я очень хотел задать вопросы Про Напарников По этому спектаклю Господина Мерзликина Либо про Мухамедеева Либо про Юшкевича Но как-то я не смог найти Что-то такого Уж больно выдающегося Чтобы это было интересно И я пошел По проторенной дороге Стал вспоминать Фильмы с участием Андрея Мерзликина Вспомнил один фильм Там у него Эпизодическая роль Не буду говорить В каком году фильм вышел Кто его режиссер И как он называется Естественно Это все предстоит Назвать Вам Внимание Несколько составов В вопросе Как называется фильм Кто его режиссер И в каком году Он вышел Сейчас нас Звукорежиссер Денис Князев Продемонстрирует Кусочек этого фильма Эпизодическая роль У Мерзликина Он там очень Немногословен Но фильм Такой запоминающийся Ты моя цыпа А мамочка где? Отдыхай Ну хорошо В общем так Найди палача Ага Чего-то два дня Его нет И приготовь бабки Для лоя Ну а палачом Без палача Дело надо делать Надо делать Да ну давай Давай Я все понял Я все понял начальник Цыпа моя цыпа Все будет лучше в виде А? О! Вот я все понял Начальник Все будет лучше в виде Это как раз Мерзликин Я догадался Потому что это собеседники Вот уже узнаваем Угадаете Год выхода Режиссер И название картины Пойдете на Постановку Друзья 22 ноября В филармонии Что уже есть Желающие ответить О! Видите как у нас расходятся Да у вас непростые вопросы А вы не узнали фильм? Нет я фильм узнала Узнали Узнали У людей у всех руках Это же спецвопрос Ну да 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 Это же спецвопрос Добрый день Вы в прямом эфире Как вас зовут? Добрый день Меня зовут Светлана Я хочу попытаться Давайте Я думаю что это жмурки Так ну год и режиссер Вам осталось только назвать Балабанов Режиссер Год Девяносто девятый Нет попозже что В девяносто девятом Брат вышел Балабановский Попозже Попозже Середина Попозже Двухтысячи первый Еще попозже Середина нулевых Я вам подсказываю Потому что два Абсолютно верного Ответа дали Значит пятый Да пятый Самая середина Вот Балабанов Жмурки Ну вот человек Не пользовался интернетом Двухтысячи пятый Мы вас поздравляем Вы пойдете на друзей Спасибо Вот можете Светлане Шулятьевой Арт-директору Компании Арт-гастроли Мне очень приятно Что вы выиграли Вас тоже Света зовут Благодарность адресовать Потому что благодаря Арт-гастролям Эта замечательная постановка Будет показана В нашем городе Не кладите пожалуйста Трубку Нашему редактору Вас передаем Она вам подробно Объяснит Как забрать Эти билеты Ну и 22 Естественно Филармонию Светлана Светлана Ваш вопрос У меня очень простой вопрос Всегда так говорят У меня очень простой вопрос А потом Как называется пьеса Ясмин и Резы По которой поставлен спектакль Друзья Я дам три варианта Вы по-моему уже говорили Да Это вопрос на внимание Это проскакивало Вопрос на внимание Первый вариант Френдс Второй Искусство И третий вариант Арт Ну и говорила Что вышла она Еще в 1994 году Три варианта Озвучены Пожалуйста Звоните 211-101 Вы-то, кстати, будете лично на спектакле Конечно, конечно Как без меня Вам интересно тоже полюбопытствовать Да, я буду И постараюсь посмотреть спектакль Будь у воды, да не напиться Слушайте, если бы я занимался этим бизнесом Я бы, наверное, вообще везде был Ну нас же иногда отвлекают То есть мы стараемся Если мне что-то очень интересно Я прямо Я выключаю телефон И остаюсь в зале Все Мы, безусловно, чуть позже будем говорить И о других работах О других постановках С участием других известных актеров Ну, в целом В нашем городе Наша публика благодарна Воспринимает Принимает Вот эти выездные спектакли Благодарна Благодарна И я, как правило, после спектакля Если спектакль нравится Очень люди у нас умеют Быть благодарными Артисты это прямо отмечают И по другим городам мы ездим Я иногда вижу разницу Ну что, у нас есть желающие Ответить, Светлана, на ваш вопрос Добрый день Здравствуйте О, здравствуйте Еще одна, Светлана Еще одна, Светлана Еще день такой прекрасный Нам везел сегодня Я хочу ответить Арт Правильно Правильно, вы угадали С первого раза Спасибо Все, отлично Что хотите получить? А вот это Вы говорили Спиваковский Филармонию Филармонии, да? Тоже филармония Филармония Большая сцена 19 ноября В 18 часов Согласна Мы тоже согласны Мы просто рады Просто рады Не то, что согласны Это будет концерт Концерт для рояля И актера Диалоги, да Не говорите Ваша Не говорите трубочку Ну вы это уже знаете Там, вам редактор Все объясняет Это Светлана Ердякова Наша постоянная слушательница Участница Культпоходов И не только Выиграла в очередной раз Так Николай Я, к сожалению Сегодня без музыки Да, потому что С поезда Только что Мы подмечали Столетие с юзиналистов В Москве Целых 4 дня Поэтому так сказать И тоже побывал На изумительном концерте В Центральном доме Советской армии В Центральном театре Советской армии Да С Ларисой Долиной Шикарно С хором Турецкого С Ольгой Кормухиной Я вам прям завидую Я сам себе завидую Еще Газманов на закусочек А сопрано Турецкого были? Там и бас был Турецкого, знаешь ли Такой бас Что мама моя Ну ладно Вопросы по этому Очень простые Я всегда их задаю Когда надо что-то сказать Они очень простые Кажется Я как-то, по-моему Даже уже задавал их Вопрос очень простой На знании истории Сколько лет Продолжалась Столетняя война Три варианта ответа Она продолжалась 100 лет Она продолжалась 116 лет Ну или 94 года Сколько лет Продолжалась Столетняя война Вот такой вот вопрос Три варианта ответа 100, 116 И 94 Я тут могу пояснить когда шла война, она, безусловно, не носила такое название. Это уж позже. Позже историки придумали. Это была целая серия конфликтов. Не было целой одной войны. Я вообще любитель мозгобойни. Мы играем. У нас команда есть. У нас мозгобойни был такой вопрос. Был, да. Вот это ответ знаете. Сейчас узнаем, знает ли вы наш слушатель. Добрый день. Добрый день. Всем здоровья. Спасибо. Сто лет. Мы всегда даем вариант. Вот если первый неправильный... Подождите, не торопитесь. Как вас зовут? Да, как вас зовут? Ирина. Ирина. Вот осталось два варианта. 116 либо 94. Первый вариант был неправильный. Но мы вам даем шанс исправиться. 116. Во! Вот теперь уже ближе к делу, да. С 1337 по 1453. Спасибо вам. Рубеж, соответственно, 13. Так что вы ответили правильно. А можно я еще один вопрос задам? Он не будет влиять на, собственно, исход, потому что Ирина уже выиграла. А между кем и кем была война? Если не секрет. Помните? Ну, если не помните, ничего страшного. Вы все равно выиграли. Сейчас Николай тогда пояснит. Да господи. Кому тогда еще воевать-то было? Франция, Англия? Конечно. Извечная совершенно соперник. Два соседа, между которыми Ла-Манш. Что бы вы хотели получить в качестве приза? Ну, я думаю, фильмы посмотреть. Фильмы, да? Смена. Смена, либо дружба, да? На любой фильм и сеанс. Да, да, да. Вы кладите трубочку, вам объяснят, как получить этот билетик. Любой фильм и любой сеанс в кинотеатре «Смена» и «Дружба». Владимир, твой? Мой. Твою очередь, да? А что, я про Мерзликина спрашивал. А, это был спецвопрос. Ну, ладно, ладно, хорошо. Сегодня, вы знаете, отмечается любопытная очень дата. Всемирный день терпения сегодня. Терпимости. Или терпимости, да. Толерантность. Да, я почитал, терпимость здесь используется в толерантности. То есть, это приятие положительное отношение или нейтральное отношение к чужой культуре, вере и так далее и тому подобное. Вот, я вспомнил просто, что в русском языке очень много крылатых фраз, пословиц, поговорок, связанных с словом терпение. Где вот терпение, терпеть глагол используется. Вот, пожалуйста, что-нибудь вспомните из этой череды, их очень много. И получите приз. Вот такой вопрос. Вопросы на терпение. На терпение. На терпение, да. Или, не знаю, может быть, вы долго терпели, терпели, а вот теперь у вас есть возможность сказать, так сказать, высказаться, в любви признаться кому-то или, наоборот, кого-то поругать. Ну, ладно, сейчас узнаем. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый, Наталья к нам звонилась, да. Терпение и труд, все перед трудом. Ну, конечно, самое распространенное. А у вас, вы, кстати, по жизни руководствуетесь этим правилом? Да, стараюсь. Да, нужно терпеть и трудиться, вкалывать. И тогда все получится. Да. Отлично. Что вы выбираете в качестве призов? Скажите, нам мастера Маргариты нету, да, пригласительных. Вот мы на друзей сегодня разыграли, да. Да, на друзей сегодня. Ну, вот имейте в виду, Светлана. Вопросы, да. Может быть, будет возможность у друзей. Ну, давайте сделаем, давайте сделаем исключение. Что, отправим? Хорошо, да. Ой, спасибо огромное. Ни разу вы проявили свою инициативу. Ничего себе. Ничего себе. Вот терпение и труд так сработало. Да, да. В данном случае, смотрите, все сработало. Наталья, вы, да, не кладите трубку, процедура для вас знакомая, координаты, чтобы были, да, и Светлана уже затем с вами свяжется, да, для того, чтобы попасть на мастера и Маргариту 23-го числа в Догородино. Так, у нас подошло время небольшой паузы. Я сейчас просто поймал себя на мысли, а сейчас люди начнут звонить и тоже просить, давайте нам тоже на мастера и Маргариту. Нет, давай все равно скажем, что вот чудо было, больше чудес не будет сегодня. Чудо свершилось. Ну, Светлана человек очень такой отзывчивый, и нельзя так вот пользоваться вот этими характерами. Это ее чертовы характеры. В честь великой работы, великого автора Булгакова вот все разыграли. Да, чудо случилось, оно одно. Оно одно, да. Хорошо. Одному чуду в день. Светлана Шулятьева, арт-директор компании «Артгастролик». Пультпоход продолжится через полторы минуты. У нас реклама, так что будьте с нами. Ну что, продолжаем наш разговор, возвращаемся в студию. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Светлана Шулятьева, арт-директор компании «Артгастролик». И мы говорим, так сказать, о ближайших планах, о ближайших спектаклях, которые кировчане смогут посмотреть благодаря этой прекрасной компании. Да, ну, что тут говорить, в общем-то, сказала Светлана. Сергей Лазарев, он и есть Сергей Лазарев. Ну, давайте все-таки упомянем, что 7 декабря, Сергей, будет у нас юбилейная программа, новое шоу. Новое шоу, шикарное шоу. Сергею 35 лет, и он, собственно, отмечает это все вместе со своими почитателями. Да, тур уже идет, и Сергей тихонько-тихонько приближается к Кирову. Ну все, 7 декабря. Больше про Сергея говорить не будем. Возрастное ограничение еще, чтобы нам сказать. Так, это будет ДК «Родина», 19.00, 12+. Да, по-моему, да. 12+. Так, дальше давайте к спектаклям. Да, да, да. Да, 14 декабря у нас будет замечательная комедия с не менее замечательными артистами. Это Михаил Полицеймак, Мария Аронова и Сергей Шакуров. Маленькие комедии по Чехову. Во-первых, классика. Во-вторых, третий раз уже привозим спектакль, потому что, ну, на самом деле он шикарный. И третий раз аншлаг. Я надеюсь, что будет третий раз аншлаг. Ну, первый это два раза был аншлаг? Да, да. Ну, значит, будет третий. А ребята все те же ездят. Ну, в смысле, я имею в виду актеры. Вот вчера как раз у нас был звонок, приедут ли все артисты, сразу отвечая, у этого спектакля у артистов нет дублей. Только они играют, и все. То есть такого варианта просто быть не может, чтобы они приедут. Быть не может, да. Состав только один. Один состав, да. И так как они играют в этом спектакле, не сыграет уже никто. Спектакль ездит, наверное, уже лет 15. Они настолько сыгранные. Ну, и плюс это три замечательных, просто комедийных актера шикарных. Ну, вот не знаю насчет Шакурова. Я понимаю, что полицей-маг, сын Семена Фарады, он такой, да, он может. Мария Аронова тоже, она блестящая, она многогранна. Ну, вот Шакуров у меня как-то всегда социализуется с таким очень серьезным гражданином. Нет, он вообще на самом деле мастер перевоплощения. И вот в этом спектакле в полной мере это будет видно. Тем интересней. Тем интересней. Это будет, еще раз напоминаем, 14 декабря. За две недели, да, с небольшим до Нового года. Филармония 18.00. И тоже еще возрастное ограничение. Там 16+. 16+. Слава, ну можно поподробнее рассказывать? У нас 10 минут еще есть. Ну, на самом деле там об этом спектакле использованы две пьесы Чехова. Одна пьеса «Медведь» и другое предложение. Обе очень смешные, веселые. Они известные пьесы, да, да. И я думаю, что мы раньше, люди у нас не очень ходили на классику, но была такая в Кирове тенденция. А сейчас, последние несколько лет, слава богу, набирают обороты. То есть, Чехов, Дитя, это хорошо. Ну, Антон Павлович, там, для меня лично один из тех авторов, к которому я возвращаюсь периодически. Он современный по-прежнему. Лежит сборник рассказов. И вот, знаете, как-то раз в полгода хочется перечитывать, чем, собственно, я и занимаюсь. Так, хорошо. Дальше уже в Новый год будем заглядывать, да? Да, давайте. Буквально сразу же после Нового года мы решили привезти в Киров 3 января спектакль «Чужих мужей не бывает». Мне очень понравилось, я говорю, это сочетание, это 3 января «Чужих мужей не бывает». Это прямо очень веселая комедия. Она очень, да, она как раз подходит. Да, и я думаю, что 3 января уже настанет время просто культурно отдыхать и сходить на спектакль, купить билеты, либо кому-то подарить билеты. То есть, вы думаете уже проснуться от спячки новогодней? Я думаю, что пора просыпаться, да. Но ведь многие работают. Не позволяют себе сильно расслабляться, да? Более бывает уже, на самом деле, у нас праздничных дней много, и уже 2-го, 3-го января люди начинают искать, чем бы заняться. Нет, ну, по крайней мере, из дома точно надо выходить, потому что уже нельзя так долго. Так, возрастное ограничение назвали у «Чужих мужей». 16+. 16+, да, возрастное ограничение. 3-го января филармония начала в 19. Ну, давайте про исполнителей поговорим. Тоже люди все известные? Да, приедет почти, практически, основной весь состав шоу «Шесть кадров». Это Галина Данилова. Эдуард Радзюкевич. Да, и Андрей Кайков. Ну, и еще там актеры есть, мы не будем уж рассказывать. Но скажу, что Радзюкевич, на самом деле, если остальные актеры уже были в Кирове, Радзюкевич, наконец-то, первый раз приедет в Киров. Он очень редко ездит, он обычно ставит спектакли, режиссирует, сам не ездит. А здесь можно будет его увидеть. А как обычно бывает, там потом автограф получить можно у любимых актеров? Или как-то сейчас уже в целом как-то в гастрольном мире это не практикуется? Потому что артисты же все равно, если спектакль тяжелый, сложный, они же выкладываются, устают. И как сказать, что для всех нереально. Ну, кому-то в отдельном порядке тоже человек одному дали, а остальным не дали. Как правило, вот эстрадные артисты или вот артисты шансона, они делают прямо автографсы, если они там час-полтора часа могут уделить. Но это тоже, как правило, начинающие еще артисты. Которые еще радуют процесс, видимо. Самые баллы себе зарабатывают, какие-то, да, раскручиваются. Ну, такая практика, кстати, вот мы наблюдаем. У артистов шансона больше. Ирина Круг автографсессии делала. Жека постоянно делает. Ну, вот. Просто я, насколько помню, для меня вот эти автографсессии где-то вот еще в конце 90-х, начале 2000-х остались. Мне казалось, что это сейчас уже не слишком популярно, но есть периодически. Ну, а в принципе, если ты хочешь получить у любимого артиста автограф, есть старый добрый способ. Стой у служебного ухода, мерзни, жди. Подбеги попросить. Светлана, поделитесь немножко секретами кухни, да. Вы, как организатор мероприятий такого широкого масштаба, как вы, вот, почему именно этих людей приглашаете? И как вы изучаете спрос в Кирове? Что пойдет, что не пойдет? Ну, касаемо спектаклей, как-то уже, видимо, уже все наработано. И внутреннее чучье, что интересно, что нужно. Плюс мы все равно смотрим то, что по телевизору люди же... Ну, у нас сейчас такая тенденция, на самом деле. По телевизору, в смысле, рейтинги какие-то изучаете или что? Да. Если человек появился на Первом канале, какие-то сериалы, либо просто он становится ведущим, это все. То есть, если появился антерпризный спектакль с этим артистом, надо его брать, да, это как бы сразу же продаваемый спектакль, но это временно. Либо есть артисты, которых мы априори людям, которые действительно театральные, шикарные актеры, на которых просто надо ходить, смотреть их игру. То есть, как Аронова, например, как Шакуров. Где уже фамилии такие? Да, бренд. Тут же надо понимать, что не одни мы хотим этих артистов. Как удается попадать в такой график очень плотный? Ну, как правило, это за полгода, за год. Иногда за полтора года мы планируем. То есть, мы уже знаем сейчас некоторые мероприятия, которые будут в сентябре, в октябре, в ноябре 2019 года. Я скажу, что, например, могу открыть тайну. Приедет Максим Аверин, он два раза уже в городе был. Он был с моноспектаклем, где он читал прозу, стихи. Глухарь, в том числе, известный. Наконец-то он приедет уже с полноценным спектаклем. У него в партнерах была тоже шикарная артистка Аня Якунина. Вот такой сюрприз для города и шикарный спектакль. Уже не сюрприз. Уже не сюрприз, но пусть все готовятся, поклонники особенно. Так. Про Новый год что-то еще будем говорить? Потому что афиши уже есть. Про Новый год я могу тоже так сказать, что, наверное, в начале декабря у нас на сайте появится шанс купить электронный билет в виде поздравительной открытки. То есть можно будет зайти на сайт, выбрать билет и ввести в определенное поле имя, фамилию человека и пожелание, которому вы хотите подарить электронный билет. Вот мы сделаем такую функцию. И электронный адрес человека? Или как, чтобы он к нему... Нет, при покупке человек распечатывает электронный билет, он его просто может распечатывать в цветном виде, все, открытка готовая. То есть уже там в печатном виде... То есть я могу подарить тебе электронный билет, условно, Володь, я так и сделаю обязательно. Там будет написано, что на чужих мужей пойдет. Обращение и поздравления сразу же уже вписано в электронный билет. Интересно, да. Интересная та штучка. Это впервые будет у вас практиковаться или уже было? Нет, мы вот сейчас будем реализовывать. Я думаю, где-то в начале декабря эта уже функция появится на сайте у нас. В целом, наша публика Кировская активна в плане посещения этих мероприятий или в последнее время какой-то, может быть, спад наблюдается? У нас не видается, у нас все хорошо. Если артисты действительно такие всенародные, любимые, то в любом случае пойдут, придут. В любом случае люди ходят. Я хочу про себя сказать, про нас. Мы компания «Артгастроли». Мы ставим на своих афишах логотип, на такой знак качества, что если мы каких заявляем, а артистов на афиши такие приезжают. Люди уже знают. В том же костюме. С той же улыбкой, что мы на афиши. Мы стараемся хорошие спектакли. На самом деле, везде же все разное. Есть и в магазине разные одежды, и спектакли разные, и артисты разные. Давайте перед тем, как вы еще один вопрос озвучите, мы успеем, у нас три минуты есть. Напоминаю, что ближайшие-ближайшие спектакли при организации «Артгастроли». 22 ноября «Друзья», филармония «Мастер и Маргарита». 23 ноября «Родина», так, простите, у «Друзей» 16+, еще раз напомню, возрастное ограничение у «Мастера и Маргариты» 16, тоже плюс. Уже в середине декабря, 14 числа, маленькие комедии «Филармония» 18.00.16+, Мария Аронова, Михаил Полицеймак, Сергей Шакуров. И вот про новогоднюю, да? 3 января, как говорили, «Чужих мужей не бывает» «Постановка с участием известных актеров комедийного шоу». Шоу, шесть кадров. Давайте еще один вопрос. Задавайте. Напоследок, пару минут у нас. Давайте я снова вернусь к началу, к спектаклю «Друзья». Вопрос ему будет посвящен. Какую премию в Америке получила пьеса «Арт»? Варианты «Лучшая комедия года», «Большая театральная премия» или «Премия Эми»? «Лучшая комедия года», «Эми» и «Большая театральная премия Эми». Вообще, сама по себе, эта пьеса собрала очень-очень много. Именно в Америке. Да, очень много. И вот в Википедии, в частности, отображена эта информация. Это он так тихонько подсказывает, куда смотреть. Что ж не подсказать хорошим людям, да, как говорится. Поторопитесь буквально минут. Ну, я думаю, настоящий театрал знает, какая вообще в Америке премия театральная. У нас, например, это «Золотая маска», да? Да. У нас тоже не одна. Нет, самая известная театральная премия. У нас много известных премий, да? Есть много, да. И так далее. Но основная «Золотая маска», да. Да, конечно, такая самая раскрученная. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр. Какую же премию получил этот прекрасный спектакль? Предположим, что Эми. Да, вы правы. Эми? У вас прекрасное предположение. Интуиция. Да, интуиция. Интуиция хорошая, да. Ну, поздравляем вас. Есть шанс выбрать приз у нас. Что вы выбираете? Только что подключился. Что из призов? Вам куда-нибудь сходить или книжку? Друзья есть? Друзей уже нет. Друзей уже мы... Друзей у нас больше не продаем. Ну, вообще, друзья есть, да. Можно просто сходить, а, к сожалению, в призах нет. В призах уже нет. Драматические театры есть. Книги, галереи. Книги, выставка Вазовский. Давайте в кино. В кино. А в кино у нас уже брали. Тоже, что ли? А, да, точно. В кино мы будем разыгрывать во втором часе. А, понял. Еще раз разыграем, да. Ну, с редактором соедините я с ним. Ну, хорошо. Да, давайте на стороне так сделаем. Да. Спасибо. На этом первый час программы Культпоход заканчивается. Информация, прозвучавшая, надеюсь, окажется многим из наших слушателей полезной. Мы благодарим нашу гостю Светлана Шулятьева, арт-директор компании Арт Гастроли. Успешной вам работы. Приходите еще. Привозите еще. Спасибо, да. Приходите, привозите еще известных и не очень артистов. Главное, хороших. Главное, хороших. Да, главное, хороших. Работать на то, чтобы у нас новые звезды зажигались, да. Ну, и надеемся на то, что наше сотрудничество продолжится и в Культпоходах мы для наших слушателей будем разыгрывать. Всем хорошего дня и до свидания. Спасибо. Спасибо. Далее новости. Мы с Николаем вернемся через 20 минут. Культпоход.